МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я рад с вами встретиться. Сегодня я хочу продолжить и продолжать разговор через Евангелие от Матфея. Есть много особенностей в родословии Иисуса Христа. Среди них одно это женщина, которым написано Евангелие от Матфея. Обычно имена женщин не писают родословии. Но в родословии Иисуса Христа есть пять женщин, на которых написано. Первая женщина, это женщина по имени Фомари. Юда родил Фореса Изару от Фомари. Дуб 번째 나오는 여자가 Рахаб이라고 하는 19-сунг의 기생 Рахаб. Потом вторая женщина, это женщина Рахаб. Рахаб, Сальмон, Рахаб, здесь написано, Салмон родил Воза от Рахабы. 세 번째 나오는 여자 이름이 Русь인데, и третья женщина, это женщина по имени Русь. Русь, она была Мавитянка. Да, Воз родил Авида от Руфи. И потом Вирсавия, это жена царя Давида. Да, здесь написано, Давид царь родил Саламона от бывшей Заурии. И пятая женщина, это женщина, которая родила Иисуса Христа, Мария. А в родословии Иисуса Христа есть пять женщин. И все эти пять женщин имеют особенность свою. На самом деле, эти пять женщин, которые есть в родословии Иисуса, трудно сказать, что они были очень честными людьми. ноября. И я очень часто передавал пожилому человеку, который жил в городе Намхе. Этот пожилой человек, по просьбе дочери, который уже в Германии участвовал на нашей конференции, получил спасение. И он всегда мне говорил, пастор, приезжайте обязательно Намхе, приезжайте Намхе. И по его просьбе я поехал в этот город. Это был человек, который имеет два больших компаний по автобусу. Несколько дней я жил у него, и мы изучали вместе с ним Библию. И последний день утром, когда я должен был уехать, он мне сказал. Пастор, знаете, по утрам, раньше, когда я просыпался, я стрелял с лука. Мы с друзьями стреляли с лука, затем пили кофе, и так проводили утром время. Но после того, как я поверил в Иисуса, я начал читать Библию. И за это время он очень много раз прочитал Библию. И он сказал, Пастор, у меня есть несколько вопросов к вам. Знаете, Пастор, у меня есть одно любопытство. Что вас интересует? Раньше я читал много книг о конфуции. Знаете, у конфуции нет таких историй. Но почему в книге Иисуса Христа, в такой святой книге есть много грязных историй? Отец разделил постель с дочерью. Брат лег вместе с сестрой. Как в такой святой книге есть такие ужасные истории? Знаете, когда я услышал эти слова, я немного был растерян. Знаете, этот пожилой человек меня спросил. И мне нужно сейчас ответить ему. И поэтому я сказал, именно это есть различие между другими книгами с Библией. Если другой человек напишет книгу, если бы другой человек написал жизнь Давида, он бы много писал хороших сторон Давида. А его ошибки, позорные вещи он бы полностью убрал. Но Библия это не такая книга. Он пишет так, как было. Потому что Библия это книга, которая нарисовала душу человека. Внешне люди кажутся, что живут честно, правильно. Но в душе человека есть лукавство, есть зло, есть распутная душа. Поэтому Библия просто нарисовала ложь и злую душу человека. Таким образом выразила душу человека. на самом деле если посмотрим на поступки людей, кажется они такие хорошие. Но что нам говорит Библия? Что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Самое испорченное в этом мире Библия говорит, что это душа человека. здесь есть женщина по имени Фомаль. Это была невеста Юдой. Юдой было сначала три сына. Матодель 이름 Эль и 둘째 Онан и 셋째 Селла И первая была Селла потом Онан и 제일 먼저 Наран Эль И первого сына звали Эль потом Онан и Селла и Селла И Фомаль вышла замуж и пришла в дом Юды И вышла замуж и узнала об этом роде И она увидела что род Юды удивительный род тот род который имеет план Божий Господь Бог сказал что через себя тысячи народов получат благословение это благословение через Адама прошло к Исааку а Исаак это благословение перешло к Якову да и Фомаль увидела что это благословение через его сына передаст и она вышла замуж за Эля поэтому если она родит сына то она поняла что его сын получит такое благословение что продолжит род Иисуса Христа но Фомар думала об этом но члены семьи совершил зло перед богом и бог убил его как вы думаете какой зло он совершил перед богом украл что-то или совершил какое-то преступление самое большое зло это когда мы не соответствуем с планом бога поэтому в конце концов был убит богом но если старший сын не мог родить ребенка то младший сын должен дать семья жене старшего брата и если у нее родится ребенок то этот ребенок будет считаться сыном старшего сына рода рода он получил жену или он поделил он 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 уже к жену а эгилер но он когда видел что его старше жена брата должен родить ребенка но он понимал что это ребенок не будет ему принадлежать обратно его когда он арест он чим поэтому когда он делился постели написано что он опускал семя на землю чтобы не могла зачать ребенка и он и он и как это увидел это тоже было зло перед ним поэтому он убил и он она И был третий сын Селла, и Селла должен дать семя в Амаре. Но у Юды было переживание. Какого бы сына ни поделился с постелью, он умирает. Муж ее умер тоже. И второй сын Туши умер после того, как поделился с постелью с ним. И ему казалось, что и Селла, когда поделится с постелью, он тоже умрет. Поэтому Юда не хотел, чтобы Фомаль и Селла поделили постель вместе. И поэтому он сказал причем. Да, нужно было, чтобы Фомаль получила семя от Селла. Но Юда сказал. А, Фомаль, послушай, Селла еще маленький ребенок. Поэтому возвратись со своим родным. И подожди, когда вырастет Селла. Но когда Селла вырос, Юда не давал возможности, чтобы Фомаль получила семя. Да, Фомаль всячески хотела приобрести семя, потому что видела благословение Бога в этой семье. Но и от Эллы не смогла получить семя. Да, и от брата его не могла получить семя. И теперь ему не дают и с Эллы. Фомаль было очень жалко. Есть искренняя душа Фомаль, которая хочет преодоложить рот. Есть такая сила, которая мешает Фомаль, из-за чего ребенка. Что, как думает Эль, или Онан, или Юда? Эти мысли были вне плана Бога. Да, на самом деле, то, что Эль разе ребенка, это благословение. Это будет возможность продолжить план Бога. Но он оставил план Бога и последовал за своими мыслями. Поэтому, Эль, он умер, в конце концов. Тогда младший брат, он должен был получить семя, чтобы продолжить родословие. Но Сатана вложил другую душу. Да, если родить ребенка, какой смысл? Он не будет моим ребенком. Родить самому ребенка, зачем другому дать сына? Поэтому, хотя они спали вместе, но он не дал ей семени. Сатана также вложил мысль, он надо, чтобы он не дал семени Фомаль. Да, мы не знаем, о чем он думал в тот момент. Но эти мысли точно не соответствовали с планом Бога. Поэтому Бог убил его. И теперь остался Сэла, который должен быть дать семя. Но какую душу Сатана вложил люди? Да, Фомаль, как она так поступает, что ее сына, я умираю? Эль умер, и второй сын умер. Юда не знает, почему сыновей умерли. Но он боится, что и третий сын умрет. Поэтому Юда не хотел, чтобы Сэла и Фомаль ложились вместе. Знаете, в среде многих мыслей, которые у нас возникают. Сатана очень много мыслей, которые не соответствуют плану Бога, Сатана дает нам. Для того, чтобы совершить драгоценное дело в Рождестве Христа. Среди сынов Юды должны были дать семя Фомаль и родить ребенка. Но Сатана так сделал мысли, чтобы что Юда, что Унан или что Эль не дали семя Фомаль. Воля Бога заключается в том, чтобы родили сына. Но у этих людей есть душа, которая не хочет дать ребенка, потому что думает по-человечески. Фомарю было очень горько на душе. Да как-нибудь я должна получить семя и продолжить родословие Иисуса Христа. Я должна исполнить план Бога. Ему было очень жалко ей. Но Юда говорит. Да, наш сын Сэлла еще маленький. Да, конечно, было бы хорошо, если бы он не дал те семя. Но он еще младенец. Поэтому возвращайся к Санкт-Петербурге. А когда Сэлла подрастет, я подумаю, я дам возможность вам. И Фомаль вернулась к своим. Но хотя Сэлла вырос. Хотя он стал уже здоровым человеком. Уже есть возраст, чтобы дать семя. Но Юда не позволяет. Да, Фомари было очень жалко. Фомари очень глубоко думала. Неужели я не могу продолжить план Божий и должна так умереть? Но однажды умерла жена Юды. И она услышала, что Юда пошел встречать овец своих. Тогда о чем подумала Фомари? А в этот раз я должна соблазненеть Юду и получить от него семя, чтобы продолжить план Бога. На самом деле, чтобы невеста соблазненела свекрой и получила семя и родила ребенка, это вообще невозможно. Да, даже для нее, наверное, это было противно. Но если бы Фомари была просто распутной женщиной, то она легко могла бы отделить кровать с другими молодыми людьми. Я сначала думал, что Фомари просто распутная женщина. Но она была не распутной женщиной, а той, которая искренне хочет исполнить волю Бога. От Эля или от Уднана она не смогла получить имя. А Целая, она тоже не может получить семя. Знаете, в доме Юды было четыре мужчины. Юда был Юда. Эль, Унан и Селла. Эль умер. Унан тоже умер. Остались только Юда и Селла. Но Фомари поняла, что Юда ни в коем случае не позволит ей вместе. Поэтому, чтобы получить семя, нужно только получить семя от Юды. Ну, как вы думаете, если Фомари скажет, Сфюкор, поделись со мной семей, он поделится семей? Поэтому Фомари построила план. Прошло время, как умер жена Юды. И сейчас он пришел, чтобы встречать своих овец. Да, она подумала, что Юда, наверное, может думать о женщинах. И поэтому Фомари, для того, чтобы получить семя от Юды, она одела в одежду блудницы. Говорят, в те времена блудницы закрывали свое лицо. И она закрыла свое лицо, одела одежду блудницы и соблазнила Фомари. Юда ни о чем не думал, проходил и увидел блудницу. И когда он увидел блудницу, у Юды появилась расплодная душа. И поэтому он заговорил с этой блудницей. Да, я хочу войти к тебе. Тогда Фомари говорит. Да, Юда даже не знает, что это его невестка. А что ты дашь в замене, если войдешь ко мне? Да, я тебе дам козленка. Но ведь сейчас у тебя же нет козленка с собой. А я потом принесу. Тогда дай мне что-то в залог. Что ты хочешь? Да, хорошо, дай мне свой ремень, печать и свою палку. Хорошо, договорились. И тогда Юда дал постах, печать и ремень и вошел к ней. И таким образом Фомари получила семя от Юды. Но потом, когда Юда пришел с козленком, сказали, что там нет блудницы. Фомари начало хранить постах, перстень и ремень. Да, и потом Юды сказали, что Фомари зачала ребенка. Да, этот слух начал распространяться и дошел до Юдой. Да, тогда Юда был зол. Что? Что? Невеста попала в блуд. Что она зачала ребенка. Немедленно приведите ее. Да, мы сожжем и убьем ее. Да, и начали собирать дрова. И сказали повесить, привяжите там Фомарь. И сожгите ее. И Фомари начали везти. И она сказала Юде. Да, я зачала ребенка. Я получила семя от того человека, которому принадлежит этот постах, этот пояс и эта печать. Свекр, скажи, чей это постах? Посмотри, чей это пояс, чей это печать? Знаете, Юда был удивлен. Он думал, что он спал с блудницей. Но он узнал в тот момент, что это была не блудница, а его невестка. Юда подумал. Да, я так несерьезно отнесся к воле Бога. Но моя невестка Фомарь, чтобы исполнить волю Бога, совершила невозможное. Поэтому Юда говорит. Она намного правее, чем я. Поэтому не надо ее сжигать. Оставьте живых Фомарь. И таким образом Фомарь родила ребенка. Она родила близнецов Фореса и Зару. Да, она родила Фореса и Зару. Потом Фореса родил Исрома, Исрома родил Арама. И так продолжается родословие Иисуса. Чтобы исполнить драгоценную волю Бога. Порой мы исполняем волю Бога, потому что нам оно нравится. Но порой те вещи, которые мы никак не можем принять в нашу душу. Даже если это воля Бога, но это невозможно для меня. Как я могу соблазнить своего света? Нет, это невозможно для меня. Я так не могу поступить. Наверное, Фомарь тоже так думала. Фомарь действительно не хотела так поступать. Но для того, чтобы исполнить волю Бога, Фомарь не могла не поступить так. Знаете, порой, когда я читаю Библию, Фомарь попадает в родословие Иисуса Христа. Да, мы можем подумать, как такую женщину можно вообще вписать в родословие Иисуса? Да, вообще, как можно о ней сказать по-хорошему? Было бы лучше, если бы в Юрии не было таких историй. Наверное, все мы так думаем. Но Бог не говорит о отношениях между Юдой и Фомарию. Но Библия рассказывает о том, как Фомарь сделала невозможное, чтобы исполнить этот план Бога. Если мы прочитаем дальше, тогда Фомарь будет рассказывать, как очень хорошая женщина. Наверное, люди говорили, это женщина, которая спала вместе со свекром. Она сумасшедшая. И не просто сумасшедшая. Все люди будут так говорить о ней. Но Бог смотрел на Фомарь как на драгоценную женщину. А в доме Юды было две силы. А люди, которые имели душу, чтобы Фомарь не могла зачать ребенка. Но Бог хотел, чтобы Фомарь получила ребенка моего плана. Мы также, когда будем следовать за Буром, будут вещи, которые непонятны людям. Будут вещи, которые не хотят люди. Но Бог, в отличие от планов людей, Бог описал пять женщин в родословии Иисуса. Фомарь, хотя не была блудницей, но она жила как блудница. Рав, она была вообще блудницей. Руф, она была чужеземкой. В Версаве, она тоже не была нормальной супругой. А Мария зачала до того, как возлегла с мужем. Но Господь Бог через такие способы, через непонятные людям вещи, Бог наполнил родословия Иисуса Христа. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова